Доброе утро, Болдава! Доброе утро, Болдава! Доброе утро! Сегодня у нас в гостях пекельный повар, я его так называю, Тимофей Гаевой, наш ведущий специалист провинции. Мы его сегодня позвали, пригласили с одной целью, проанонсировать интересное событие, которое произойдет 3-го, да? Да, 3-го числа. Давай, хвастайся, что будет 3-го. Во сколько? Что именно? Где во сколько, как вопрос, наверное, скорее риторический, конечно, в Виват-провинции. А во сколько? Мы начнем работу с 3-х часов дня. У нас 3-го числа ежегодное открытие пивного сезона. То есть под этот праздник готовим специальное гриль-меню, то есть будет барбекю-шоу. То есть все меню будет с мангала. Приезжает мой товарищ тоже с пекельной кухни, к сожалению, я только один. Сергей Марченко будет. Потому что остальные друзья мои уже, кажется, поразъезжались, кто в Буркина-Фасох, кто в Казахстан, кто еще дальше. То есть они востребованы? Востребованы мы все просто. Ну, каждый определяет для себя, где ему удобнее работать. Расскажите немножко прошел. Это как будет выглядеть? Сколько будет людей его устраивать? Это просто сосиски будут на гриле? Нет, это будут не сосиски. Я сейчас как раз буду бежать на рынок, отбирать баранину. Потому что к баранине у меня сложное отношение. Я баранину люблю. И я ее должен выбирать сам. А как у нас с бараниной на рынке общественные вопросы? Ну, если поискать, то есть. То есть искать надо? Ну, нет. Баранины много, но ее надо уметь выбрать. То есть у нас будет, скажем так, два блюда из баранины. Это баранья рука, оттабленная в аджике, обжаренная на мангале. Будут бараньи ребрышки. Будут шашлык из лосося с особым копченым соусом. Ребрышки свиные. Барбекю. Нет, это очень вкусно все звучит. Стоит-то сколько это? Цены разные, но от 120 до 150 гривен за блюдо. А, ну, в принципе, побаловать себя. Для ресторана это нормально. Побаловать себя. А с пивом что у вас? Пиво у нас 44. То есть у вас такой бир-фест? Да, да. С вкусняшками под него? Безусловно. И маленьким шоу? Пиво, мангал. Ну, как маленькое шоу. Мы пригласили отдел кадров. То есть, нас будет сопровождать отдел кадров. Как обычно, наши старые друзья. Наши группа полдавская. Да, живые барабаны. Ух ты. Да, так что, кажется, попытаемся сделать шоу лучше, чем в прошлом году. То есть, мы стараемся из года в год делать лучше. Давайте так. Не лучше, а по-другому. По-другому, да. Будет другое. Мы тяжело оценивать. Когда лучше, когда хуже. Все время хорошо и красиво, отлично. А расскажите, пожалуйста, секреты приготовления. Ну, если мы уже загрели шоу, да, и все остальное. Есть ли какие-то секреты приготовления на гриле? То есть, наши встяги. Ну, да, конечно. Под шоу мы будем готовить заготовочки, подготавливаться к работе. И две трети блюд будем использовать технологию СУВИД. Это что такое? Это приготовление в вакууме при низких температурах тока. То есть, это подготовка полуфабликатор. Это позволяет сохранить все полезные вещества. То есть, это СУВИД, это та технология, которая... Пропаривает больше? Нет, нет, это не пропаривает. То есть, я сейчас немножко тогда ударюсь в химию. Почему? Заревите мне мозг. Да, что такое приготовление мяса, мы будем говорить так, да? Это... Существует две реакции. Это реакция коагуляции белка. И следующая реакция денатурации. Вот после 72 градусов белок начинает денатурировать. И он становится не полезным, он не усваивается организмом. Должно быть до 72. До 72. То есть, и плохо усваивается организмом неполноценный белок. То есть, белок соединительной ткани, то есть, пленочки, которые вы видите на мясе. Но он при температуре 50-65 градусов, этот белок соединительной ткани подвижается реакции коагуляции. Когда он к себе присоединяет молекулы воды и превращается в полноценный белок, который хорошо усваивается организмом. Я же сказал, я ударюсь в химию. Не-не-не, если правильно, хорошо ударились, я даже вообще поняла, о чем. Да, и технология СОВИД позволяет максимально белок соединительной ткани превратить в полноценный белок, который хорошо усваивается в организм. И избежать реакции денатурации, когда белок выходит белыми хлопьями и не усваивается организм. А скажите еще, когда, вот такой момент. Если я, например, хочу сделать гриль на природе, есть ли мне какой-то, ну, вы скажите какой-то секрет, чтобы оно получилось и вкусно, и полезно? Ну, я скажу... Там, я не знаю, и овощи, и мясо, если так сказать, коротко. Мясо? Ну, во-первых, выбрать правильное мясо. Хорошее мясо. Ну, расскажите секрет данного мяса. Ну, например, я там уберу, если я дома готовлю и в ресторане, шашлыки свинины, то это только шеяк. Почему? А шеяк имеет жировые прослойки, которые придают этому мясу сошку. И специи, естественно, любителя, да. Можно обойти солью, перцем. Ну, грузины вообще берут мясо, соль, перец, мангал, все. А овощи, чтобы вкусные получились? А чтобы вкусные овощи получились, их нужно подмариновать. Что значит подмариновать? Подмариновать. Соль является агрессивным маринадом, поэтому я для маринования овощей использую, для того, чтобы насытить их немножко жиром, масло оливковое. И вместо соли я использую соевый соус. То есть, так как соевый соус, он содержит достаточное количество соли, но не является агрессивным маринадом, то есть не вытягивает на себя влагу из овощей. Поэтому при такой мариновке овощи получаются. Вот зачем соевые соусы продаются. Я, честно говоря, сильно ими не пользуюсь. Как в салатах, так и в приготовлении мяса, как вместо соли или как дополнение. Вот получается, не надо думать, что быть поваром это такое вот. Надо знать химию, оказывается. Безусловно, безусловно. Вы сейчас мне расписали некоторые моменты, у меня уже сегодня по экзекле. А 3-го числа, 3-го, да? Правильно? Да, да, да. А 3-го числа, я думаю, это будет сделано профессионалами в лучшем качестве, где можно прийти и попробовать. Ну, мы будем готовить в основном своими поварами. И эксклюзив, который привозит Сережа Марченко, это черный бургер из телятины и салат с авокадо грил. То есть он едет со своим меню фишками. Черный бургер из телятины. Ну, что самое главное, что это можно увидеть не только 3-го числа. Я отлично знаю, это мои хорошие друзья. Там не только 3-го числа, там в любой день, когда вы приезжаете, можно попробовать и действительно вкусно покушать. Это стоит того. Мы ждем вас 3-го числа. Я думаю, если доживу и все будет нормально, я буду тоже там. Света, ты как? Мы посмотрим, надеюсь. Здесь приглашаете, да? Конечно, конечно. А я возьму с собой еще и Лизу. Все-таки мы продегустируем, мы найдем, что продегустировать. И в прошлый раз, когда мы были, Лиза, как-то у нее была волна. Это уже в это же воскресенье. Она салат Цезарь везде пробовала и куда бы вы ни заходили, нет, это не в провинции. В провинции лучше. У нее все время это... Вот она тогда, год тому назад она дегустировала Цезарь и ходила. Ну, что подобное, сразу всего самого вкусного нарезали? Нет, ничего подобного. Мы не признавались на это, чтобы как-то вот... Я сам и Павров учу так. То есть для нас нет разницы, какой гость к нам зашел. То есть для нас каждый гость это ценен, он уникален. И мы работаем абсолютно одинаково для всех. То есть основной показатель это качество. То есть людям должно быть... То есть понятие... Общаясь с Володей Ярославским, это шеф Нациканова, сейчас он закончил академию Бакюза. Вот что мне в нем понравилось, у него нет середины в оценке любого блюда. То есть есть понятие вкусно и невкусно. То есть середины быть не может. Потому что это... Ну, человек должен получить удовольствие и наслаждение. Я еще просто с утра только кофе успела попить. Вакансуал, вкусный кофе, как традиционно, мы съем его. И вот рассказываете, как гриле и все остальное. Мне уже не на работу хочется куда-то приехать. Но сегодня еще не третье число. Еще не третье. Еще маленькая такая ремарка. То есть то меню, которое мы предлагаем 3-го числа, будет работать и на столько один день. То есть мы выставляем порядка 5-6 мангалов. То есть выходят повара. Это меню у нас эксклюзивное. То есть мы отрабатываем праздник и это меню будет закрыто. То есть мы специально под этот праздник... Это немаловажно. То есть если хотите эксклюзивно покушать 3-го числа в провинции, только 3-го. Только 3-го, да. И количество мест уже на сегодняшний день пограничено. То есть мы рады всех, конечно, принять. Но люди уже бронируют столы, поэтому если хотите к нам попасть... По памяти по прошлому году, наверное. Прошлый году все-таки серьезный. Да, в прошлом году много людей, к сожалению, не смогло нас посетить. Точнее нас посетили, но не смогли сесть, так как мест... Так что готовьте заранее, если хотите сделать своим друзьям... Если хочешь устно покушать, думай об этом заранее. Да, сделайте звонок на ВИВАД провинции, забронируйте столик. А, и номер... Ну, я думаю, в интернете каждый, кто захочет, найдется. А что не есть проблемы. А так, всем доброе утро и хорошего настроения. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok